начали снимать практически с первых дней но делать это скорее так неосознанно потому что события не несли каких-то таких масштабных сначала характеров потом потом приехал наш друг и коллега немецкий журналист конно шулер из газеты фарфурге мая цайтинг и мы начали снимать короткие истории для него были небольшие видео такие фильмы которые потом объединились и стали частью вот фильма евромайдана это было даже это было не наша идея это была идея продюсеров которые и организатором фестиваля докудейские они на нем предложили нам поучаствовать не только нам и остальным ребятам дать свои черновые монтажи своих фильмов которые все планировали делать потом больших и они нам предложили дать кусочек мы дали кусочек небольшой и они их собрали вместе и так получился этот фильм мне кажется что политики интересуют только ежедневные газеты и на самом деле они немало что сделали они они старались время от времени возглавить протест на это движение появлялся один лидер у них была даже какая-то может быть внутренняя борьба кто из них больше лидер на майдане хотя они практически ничего и не контролировали в основном что все сделали люди простые люди и поэтому о них важно показывать фильмы они они о политиках политики ничего не значит без тех людей которые вышли и сделали сложный конечно вопрос на я я не думаю что это получилось бы хорошее такое государство потому что кроме того что было много всего хорошего и организовано также было много всего не организовано и нехорошего и я бы не очень хотел чтобы да вот такая модель майдана она была нужна но в какие-то вот сжатые короткие сроки и и майдан сделал эти люди сделали свое дело но после этого все должно перейти в спокойное русло и спокойно должна строиться страна они они палками кирпичами и и некоторые и некоторые лидеры майдана они сейчас находятся люди не политики а просто люди из протестного движения сотники которые возглавляли сотни майдане они сейчас некоторые являются украинскими парламентариями вот майдан делегировал на такие полномочия но мне кажется что любой документальный фильм он не в какой-то мере не всегда объективно этапе эта позиция автора представлена в фильме и в нашем фильме представлена наша позиция ну поэтому есть такой фильм если бы это не было нашей позиции и не было бы фильма и не было показано то что вы показали поэтому наша позиция ну мы не наш фильме не гниги героизирует людей которые там были он показывает то что наша часть фильма потому что у нас там буквально 15 минут конце и он показывает то что происходит с человеком то что когда его начинают избивать не смотря с какой стороны было не был будь то полицейский или протестующий если его начинают к нему жестко относиться он начинает точно также жестко относиться противоборствующей стороне и в конце концов это все проваливается в такую сумасшедшую агрессию направленную просто друг против друга и ничего больше можно я не допустим я лично я не поддерживаю меня были знакомые которые привозили бензин привозили покрышки я как-то это не поддерживал но с другой стороны это тоже нужно было потому что без этого не произошла бы революция и я больше такой пацифистический человек моя позиция как журналисты и документалисты было снимать в первую очередь снимать это даже больше чем какая-то гражданская позиция у меня преобладает вот эта часть мы у нас есть фильм евро майдан рафкад который пока показывали на фестивале до куда из год назад и тогда и тогда реакция людей людям было интересно смотреть фильм закончился тем что весь зал пел гимн и была минута молчания о погибших людях и он был очень хорошо воспринят но у нас также есть второй фильм это 90-минутный фильм олс инса блэйс который мы показывали в лейпциге и в европе но не показывали до сих пор в украине и он в украине будет буквально через несколько дней показан и он довольно жесткий фильм который мы очень ждем реакцию ли мы не знаем какая она будет вот мы буквально через пару дней приберемся в киев и и узнаем какая будет реакция ну киев он отличается от всей украины и атмосфера там но она довольно разная где-то люди все переживают потому что идет война но в то же время там работают ночные клубы дискотеки и все пляшут и танцуют это кого-то раздражает кто-то танцует кто-то грустит очень разно в киеве в киеве довольно спокойно потому что киев оторванный киев мне кажется достаточно быстро забыл о тех событиях которые происходили год назад и когда это происходило в киеве все были задействованы все киевляне переживали как только это отодвинулась дальше там на буквально 500 600 километров и и в принципе спокоен и живет своей повседневной жизнью но в то же время много людей и и в киеве не только в киеве задействованы волонтерских движениях к которых держатся наверное огромный процент фронта это люди которые делают дроны делают бронежилеты собирают аптечки и этих людей тоже огромное количество они помогают фронту отправляют туда постоянно ездят сами за свои деньги и все покупают мне кажется нет никакой индустрии есть какие-то люди которые что-то делают и и все это делается на каких-то довольно началах вот мы сами кто-то у меня была камера потому что я работал в газете второй наш товарищ который с которой мы снимали он эту камеру одолжил у третьего не было он купил ее во время революции но что удивительно что если когда ты делаешь какой-то хороший проект и и людям и люди хотят в нем поучаствовать то есть огромное количество звукорежиссеров людей которые делают постпродакшн которые готовы заниматься этим за очень небольшие деньги и и и поэтому в украине можно что-то делать все держится на людях ну